СКАЗКИ ДОБРОЛЕСЬЯ Здравствуйте, дорогие мои ребятки! Я Дед Еремей. Я много знаю. Я о многом интересном вам сейчас поведаю. Богат наш народ, русский, православный, пословицами мудрыми. Какую ни возьми, на все случаи жизни пригождается, да всю истину вещей показывает. И не даром поговорки и пословицы из уст в уста передаются многими поколениями, ибо в них многовековой опыт предков наших заключен. И вот сегодня я покажу вам сказку про одну из таких пословиц, сказку добрую и поучительную. Новый год в Добролесье прошел на ура. Звери водили хороводу елки с песнями, танцами. Ух, теперь поскорее ляжем спать, а утром нас уже будут ждать подарки. У меня вообще первый такой Новый год. А что вы попросили у Деда Мороза? Я большую куклу. А тебе, Дед Мороз, никакой подарок не принесет. Он только хорошим детям подарки дарит. А ты вредная. Я вредная? Сами вы такие. Но Стеша всерьез испугалась. А вдруг и вправду она без подарка останется? И вот, наконец, все уснули, чтобы уступить место волшебству. Не спала одна Стеша. Нет, так не пойдет. Значит, я сама стану себе Дедом Морозом и заберу себе все ваши подарки. Семь бед, один ответ. Вот вам, а не Новый год. Забрала Стеша у лося Степана новогодний колпак, нашла в чулане большой мешок и отправилась на свой темный промысел. Посмотрим, Мишутка, кто завтра посмеется и кто без подарков останется. Конечно, первым делом Стеша наведалась в дом к медведям. Со злости она не только подарки, даже всю Мишуру с елки забрала. Но ей оказалось этого мало. Зайцы за меня не вступились, и енот этот противный тоже. Значит, я и их подарки заберу. Обчистив дом зайцев, Стеша направилась к волку. А еноту Флину в эту ночь не спалось. Его переполняли эмоции от праздника, и он предвкушал встречу с Дедом Морозом. Кажется, он здесь белиссимо! Услышав шум, Флинн помчался вниз. Какой-то совсем маленький Дед Мороз. Он что, забирает подарки? Но как же так? Постой, Дедушка Мороз! Ой, кто здесь? Стеша, это ты? И что ты делаешь? А я вам всем решил отомстить за то, что вы смеялись надо мной. Но ты как раз и подтверждаешь то, о чем говорил Мишутка. Но я все равно останусь без подарка на Новый год. Пусть тогда и всем ничего не достанется. Почему ты так решила? Это волшебная ночь! И всегда есть место чуду! Тем более, если ты сделаешь доброе дело и вернешь подарки, Дед Мороз тебя уж точно поощрит! Думаешь, это поможет? Тем более, я, наверное, уже не успею до утра все вернуть по своим местам. Давай верить в чудо! А знаешь что, я тебе помогу! Может, и мне зачтется! Стеша и Флинн вместе управились довольно быстро и успели в свои постели до рассвета. А наутро Стеша так боялась идти к елке, что все никак не вставала с постели. Стеша, Соня ты моя! Твой подарок уже скоро запылится! Подарок мне? Конечно! Стеша бросилась скорее к елке и, о чудо! Ее ждала та самая кукла! Спасибо, Дедушка Мороз! Я постараюсь вести себя в этом году хорошо! Не обещаю, конечно, но обязательно постараюсь! А русская пословица так и гласит Семь бед, один ответ Так говорится в случаях, когда кто-либо, зная за собой прежние грехи, снова совершает плохой проступок, надеясь, если что, ответить за все разом. Или, когда на человека наваливаются сразу несколько неприятностей, и он не успевает справляться с ними по отдельности. И тогда приходится отвечать за все разом. Вот такая вот история, ребятки! Мир вашему дому! И да хранит вас Господь!